Здравствуйте, меня зовут Таня Ершова и с вами рубрика Teacher's Trainer's Tips. В этом выпуске я поделюсь с вами пятью оригинальными заданиями для закрепления The Future's Simple Tense. Они подойдут для онлайн-уроков так же хорошо, как и для очных. Что нас ждет в ближайшем будущем? Вот уж точно никто не знает. Настоящее, кажется, для всего мира стало неожиданностью. Занятие английским – то самое безопасное пространство, где можно предложить студентам порассуждать о будущем спокойно и без тревоги. Итак, предлагаю вам попробовать упражнение Time Machine. Спросите ученика, что, по его мнению, он будет делать в мае. Например, Если будете пробовать это задание в большой группе и офлайн, студентов можно объединить в пары. Пусть задают уточняющие вопросы. Используйте это задание уже на первом занятии Future's Simple для отработки утвердительной, отрицательной и вопросительной формы. Переходим к следующему упражнению. Сейчас многие пытаются делать прогнозы на будущее. Что будет с норовой экономикой? К чему приведет карантин? Будет ли теплым лето? Предложите ученикам попанговать друг другу. Позитивный настрой обязателен и уточняющие вопросы приветствуются. Ученики обычно любят креативные задания. А что если им попробовать себя в роли сценаристов? Во время просмотра видео остановите его на самом интересном месте и спросите студента, что произойдет с героями дальше. Если вы работаете онлайн, сделайте так с несколькими короткими видео. Если вы работаете в обычном классе, выслушайте всех и наградите того, чья версия была ближе всего к оригиналу. И того, кто придумал самое необычное продолжение. Например, отсутствие домашнего задания. Переходим к следующему заданию Тренировать нужно не только креатив, но и жизненную смекалку. Заготовьте карточки, на которых будут нарисованы или описаны текстом непростые жизненные ситуации. Показывайте карточки ученикам по одной. Их задача найти выход из положения, используя Future Simple. Например, Не забудьте объяснить ученикам, что мы используем это грамматическое время, в том числе для описания решений, принятых в момент речи. При очной работе над упражнением делите учеников на группы от двух до четырех человек и выдавайте им наборы карточек для обсуждения. Хотя сейчас, конечно, большинство учителей будет работать именно онлайн. Если вы не привыкли к этому формату и вам нужна поддержка, обязательно подписывайтесь на канал SkyTish для учителей. Здесь вы всегда найдете профессиональные советы, ведь все-таки Skyeng эксперт в дистанционном преподавании. Переходим к следующему заданию. Проектная работа — это отличная возможность внедрить Future Simple в речь. Если вы работаете с группой, то ребята вполне справятся с этим заданием и офлайн, и онлайн. Возможно, через интернет им будет даже проще. Выберите интересную тему вместе с учениками, поставьте им цель и помогите с поиском материалов. Например, тема How to start working from home. К ней можно дать тексты с описанием возможных профессий и интервью с теми, кто работает удаленно. Главное, чтобы предлагаемые материалы соответствовали уровню учеников. Результатом такой работы станет презентация, провести которую без Future Simple точно не получится. Идеальная практика. Кстати, а вы сами как тренируете будущее время с учениками на уроках английского? Есть у вас любимые приемы? Расскажите об этом в комментариях, пожалуйста. Давайте обмениваться опытом, я буду ждать с нетерпением. Откуда взять больше идей и как зарядиться вдохновением для уроков? Первое. Смотрите канал Sky Teach и обязательно подписывайтесь на него. Новые видео о том, как преподавать английский, тут публикуются два раза в неделю. Второе. Участвуйте в курсах для учителей от Sky Teach. Знаете ли вы, что многие из них стали бесплатными для всех учителей в период до 24 апреля? Оставляем ссылочку под видео. Ну и в-третьих. Берегите себя, дорогие учителя. Находите время для отдыха и восстановления сил. Это важно и для здоровья, и для здорового вдохновения. В следующих выпусках рубрики TTTs Толя Брагин расскажет о том, как готовить учеников к ЕГЭ и что делать, если вы преподаете поколению Z. А сегодня с вами была Таня Ершова. Буду рада вашим лайкам и комментариям под видео. Пока-пока.